привет друзья это доран сегодня мы снимаем замечательный выпуск каждый выпуск на этом канале он замечательный и сегодня мы вам расскажем про вот это вот замечательное устройство с помощью которого мы сейчас снимаем вот эту фигню которую вы видите самое удивительное что это все делает одна маленькая хрупкая женщина она держит в руках камеру она держит в руках этот потрясающий монопод ей имидж mc 800 mc это не mc который ставит пластинки и слушайте музыку в клубе нет несу какую-то херню в общем поехали шамиль басаевич грозный кубань пляж очень теплышко и сегодня мы приехали наконец-таки снимать обзор про вот эту замечательную штуку которую нам подогнал любезно магазин photo range точка ру и в частности наш любимый николас кич и имидж mc 800 с плавный плавный на плавнейший за эти бабки башкой есть 630 f чуваки я за что люблю и имиджевские моноподы за то что можно сделать вот так и его можно поставить бум он стоит ты сюда поставишь свою камеру вонючие и твоя камера может снимать таймлапсы можете снимать какие-нибудь армянские и лизитские хороводы блин вот для всего этот монопод чтобы мне никто не говорил что таран блин нахваливает все что ему дают все нет начнем именно про и имидж еще раз напомню это mc 800 и начнем мы именно с его минусов как и у любого китайского устройства у этой штуки пруд пруди минусов но которые в принципе не прикрыть не перекрывают все его достоинства как вы уже наверно поняли устройство обладает сменной башкой вот за те деньги которые просят вообще вот за все вот это это уникальная голова в том плане что вот ее инертность и податливости вот особенно на каких-то тяжелых камерах блин но она достойна всяких похвал она не стоит тех денег что за нее просит то есть эта штука тянет на гораздо большую сумму вы ее кстати можете поискать отдельно если у вас уже есть некое подобие монопода либо если вы противник моноподов до снимаете все на штативах в общем в любом случае это имидж е из 630 f чтобы это нам не говорила вот здесь вот есть некий момент соединения я фиксирую и я могу выкрутить бошку то есть получается что у нас та самая подвижная часть которая должна плане передвигаться она способствует тому что эту голову вот вот все произошел этот мелкий такой вот неприятный моментик эту голову с монопода можно просто скрутить эти болты во время перевозки во время тряски они имеют такое свойство неприятное скручиваться выкручиваться да будем так говорить оттуда поэтому я настоятельно вам рекомендую после покупки монопода в первую очередь заехать в любой автомагазин спросить резьбовой герметик обязательно узнайте резьбовой герметик который не клеит резьбу есть вариант что вы приклеите шурупы и они у вас просто-напросто там останутся навсегда в основном это происходит из-за транспортировки то есть в момент работы штатив не ломается в момент работы с ним не происходит ничего потому что ваши руки ваша камера это не вибро нагруженное некое устройство которое способствует разбалтыванию вот этих вот всяких шарниров шурупов фрикционов и прочее все это дело происходит в багажнике вашей тачки в багажнике такси то есть от мелких-мелких вибраций шурупы не посаженные на клеем на резьбовой герметик они просто оттуда выкручиваются то же самое касается вот нижней части монопода то есть это у нас некое подобие манфротовских этих защелок до классических у нас есть некий рычаг мы его открываем монопод можно поднять закрыть но смотрите что происходит то есть он просто подвесом камеры он вот я его легко касаясь и он просто у нас начинает проваливаться вниз то есть вот эти все вещи нужно раскрутить опять-таки смазать резьбовым герметиком для того чтобы вот эти все штуки гарантировали вам бесперебойную работу бывает так что ты приезжаешь на какую-то свадьбу на какой-то и винт и монопод тебя просто подводит пытаясь записать какой-то интересный момент и он начинает плавно плавно как будто бы это слайдер ехать у тебя вниз это крайне неприятная фигня поэтому в избежание вот этого вот всего в копилку минусов я вот настоятельно рекомендую сразу я еще раз повторю сразу же заехать купить резьбовой герметик который не клеит раскрутить все что вам поддастся все что можно раскрутить посадить это все на герметик и собрать это все дело обратно ну и самое интересное я такой как будто учитель да у меня указка такая только я учитель эльфов из леса естественно естественно плавно плавно подходим код к самой вот коронной фишки этого монопода в отличие от всяких вот позорных моноподов которые продаются на алиэкспрессе эта штука работает причем эта штука не то чтобы работает она мощная она сильная стальные ноги очень крепкие сочленения все это настолько дюрабельная юзабельная кондовая она все крепкое стальное что сломать вряд ли у тебя что-то получится друг и что еще здесь естественно вот такая вот оранжевая штука которая высвобождает которая высвобождает короче она что-то высвобождает я вам покажу примерно как это происходит вы отпускаете удержание самой головки и нога у нас плавненько плавненько превращается в такую податливую очень инертную я не знаю очень инертное основание как это правильно называть это башка у нас способствует непосредственно наклоном качению для того чтобы вы запросто могли делать какие-то наезды наплывы траки имитировать зонду зум и примечательно то что вы можете крутить ее ногой просто я обычно сюда упираясь кроссовком выравниваю монопод упираясь кроссовками просто кроссовками его так затягивать то есть и эта штука продолжает как бы стоять у нас на месте еще один такой очень интересный нюанс да вы наверное знаете что во всех китайских подобных моноподах снимается сама вот это вот маленькая тренога этот монопод не исключение с той лишь разницей что здесь вы при использовании непосредственно самой этой маленькой треножки получаете вполне себе такой работоспособный полноценный штатив вешайте сюда вашу камеру то используйте прям этот штатив вот прям как штатив если вы записываете где-то со стола как ваш покорный слуга ведет стримы и на моем столе стоят обычно две или три вот подобного рода ножки как бы все это вполне себе спокойно работает бывает иногда такие ситуации когда ты работаешь либо на армянской свадьбе либо на каком-то национальном мероприятии либо ты просто пишешь некий пул пресс-конференцию где уже успели чуваки прийти до тебя выставили свои там болен многометровые штативы и что тебе делать куда тебе деваться либо ты просто хочешь снимать что-то с верхних точек да ну представь себе некая влюбленная пара которая сидит целуется на берегу речки да и тебе надо взять непосредственно именно верхнюю что ты делаешь ты подготавливаешь примерно камеру все включаешь настраиваешься и вытаскиваешь монопод полностью у меня рост метр девяносто восемь у меня рост метр семьдесят четыре вот эта штука соответственно примерно ну наверное с точки камеры она чуть больше двух метров рост вы можете вполне себе ее использовать как некая верхняя точка то есть представьте что перед вами здесь сидят говорящие головы пресс-конференция куча 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 различных применений либо как делает ваш покорный слуга вы просто упираете всю эту конструкцию в пузо и используйте эту штуку непосредственно уже как кран стрелку причем вы можете болтать вы можете ее поднимать делать обзор панорама всего зала вы можете ее опускать чуть чуть ниже чуть чуть выше все что нам надо сделать это просто приподнять камеру и сделать некую проводку автомобиля то есть интересно подъезжающая тачка то есть вы можете пропустить автомобиль мимо себя записать как человек из него выходит и для этого вам не нужны дорогие кран стрелки для этого вам не нужны каскадеры и прочая какая-то хрень все это вы делаете с помощью вот именно вот этой штуки это карбоновая версия она имеет индекс mc то есть это обозначает карбон что обозначает буква м я не знаю может быть мудацкий карбон я ну фиг вы знает моему моноподу уже больше полугода поверьте мне более полугода он работает просто на износ я его просто уничтожаю вот его внешнее состояние вот как он выглядит что с ним произошло за это полгода вы в принципе сейчас и увидите подойдите ближе в общем а такие дела чуваки подписывайтесь ставьте лайки спасибо что смотрите мои обзоры я еще раз напоминаю я не зарабатываю на этих обзорах я беру эти вещи для личного пользования все что происходит здесь все что я вам рассказываю я использую в своей повседневной профессиональной работы никто мне ни за что не платит это был таран это была кубань сегодня мы рассказывали про замечательный имидж mc800 камера 16-35 17-28 там рон мониторно-камерную у нас порт кейс там что-то 5 тут у твой самое главное звук мы писали на сарамоник blink 500 анна борисовна у нас сегодня работала оператором она снимала меня на 6400 с надетым на нее объективом сигма 16 миллиметров диафрагмой 2 и 4 все ссылки в описании подписывайтесь жмите на колокольчик обязательно смотрите следующие видосы пока у нас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok